Старым мастерам на Волхонке обещают новую жизнь Жанна Васильева. Рисунок к статье. Несмотря на то, что только что открывшаяся на Волхонке выставка называется «Новая жизнь старых мастеров», картины испанских, немецких и австрийских художников. 17. Начало. 19. Века из собрания ГМИИМ. А тотье. Точка Пушкина, старые мастера, если так можно выразиться, еще только на пороге новой жизни. Под последней, прежде всего, подразумевается светлое будущее, которое должно наступить с окончанием реконструкции и реставрации старинной усадьбы Виземских Долгоруковых, где в 2019 году запланировано открытие галереи искусства старых мастеров. Там-то на просторе, 6000 квадратных метров, наконец появится возможность более полно показать музейное собрание старой европейской живописи. 13. Веков. По крайней мере, если сегодня в экспозиции 457 работ из этой коллекции, то в новом пространстве надеются представить в два раза больше. Читайте также. В Москве открылась выставка живописи Ивана Лубенникова. Реставрационные работы сейчас идут полным ходу. Благо, как сообщила эксперт по реставрации Татьяна Михайлова, выяснилось, что в усадьбе под слоем штукатурки живы довольно большие фрагменты оригинального фасада конца 17 века. К тому же, оказалось, что хорошо сохранилась первоначальная планировка центральной части здания, со сводчатыми помещениями и нишами. И, конечно, для музея эти находки – сущий подарок, пусть заставляющий менять многие из намеченных проектных решений. Они позволяют создать для экспозиции живое пространство, со своей памятью об атмосфере старой московской усадьбы, где, кстати, родился Петр Андреевич Виземский, где жил Николай Михайлович Карамзин. Пространство, для которого встреча с европейским наследием так же важна, как открытие истории своего отечества. Не зря Николай Михайлович был автором таких культовых книг своего времени, как «Письма русского путешественника» и «История государства российского». Но до 2019 года много еще воды утечет. Конечно, будущее начинается сегодня, но не сильно ли за годи объявлено о наступлении? Какая там новая жизнь? Если пока в будущей галерее старых мастеров работают реставраторы и строители. Словно ответ на это – черно-белая проекция руин, которую видят посетители в глубине ниши белого зала. Хотя издалека проекция напоминает фрагмент увеличенной гравюры то ли пиранези, то ли робера, подпись сообщает, что перед нами – снимок внутреннего пространства усадьбы Виземских Долгоруковых, сделанный во время реставрационных работ в 2015 году. В любом случае, перед нами пространство, где руины служат незнаком варварства войны, а символом наследия, чье открытие создает новую перспективу развития. Читайте также, в музее имени А.С. Пушкина прочитают любимые произведения Пауля Клей. Слово «открытие» может показаться тут не слишком уместным. Музей, в основе которого лежит коллекция копий знаменитых работ, все же не Геркуланум или Помпеи, откопанные из-под слоя пепла и веков на радость историкам и просветителям. Тем не менее, новая экспозиция, занявшая Белый зал, Анфиладу и зал напротив Белого, то есть традиционное место эффектных привозных выставок, выглядит неожиданной. А в контексте традиционно-консервативного ГМИИМ. А ТОТЬЕ Точка Пушкина, почти революционной. Суть переворота отнюдь не только в смене акцентов в экспозиции, а представлении части коллекции, которая была в основном в запасниках. Речь не об отдельных работах, фактически о целых школах. Традиционно музей делал акцент на итальянскую живопись, работы голландских, фламандских и французских мастеров. Что касается полотен испанских, немецких и австрийских художников, и следующих двух веков, то они оставались в запасниках. Конечно, плох тот музей, у которого пусты запасники. Но превращение работ известных мастеров в вечных генералов запасы, тоже не комильфа. Меж тем, по словам хранителей, коллекция испанской живописи в ГМИИМ. А ТОТЬЕ Точка Пушкина, вторая по величине в России, после Эрмитажа. В 1920-1930-х годах в музей на Волхонку передавали картины из Румянцевского музея, Шуваловского дворца в Петербурге, национализированных частных собраний, и даже, из Эрмитажа. Среди самых знаменитых полотен, благословляющий младенец Христос Мадонна с младенцем Франциско Де Сурбарана из коллекции графа Шувалова. Читайте также, в Третьяковской галерее открылась выставка к двумстам летию Павла Федотова сегодняшний показ испанцев, например, это шанс впервые одновременно увидеть все пять работ Бартоломе Эстебана Муиля. В том числе, камерный шедевр бегства в Египет, пришедший из коллекции лорда Роберта Уалпола, первого премьер-министра Англии. И, большую работу для алтаря архангел Рафаэл с епископом Дамонти, что была вывезена французами из Испании еще в 1808 году. Она происходит из коллекции Евгения Багарни, пасынка Наполеона, ставшего вице-королем Италии. Что касается полотна святая Екатерина Александриско, привезенного из Германии в музей после 1945 года, то оно вообще показывается впервые. Аналогичная история с картиной Хусепи Дерибиро святой Ануфрий Пустынник. И, конечно, Эль Грека. Его небольшой портрет Иоанна Крестителя впечатляет мощной энергией небесной мистерии. Утонченный великан Иоанн Креститель высится на фоне грозовых облаков как участник таинственного космогонического действия. Земля где-то там, внизу и далеко, Иоанн же буквально касается головой облаков. Он соединяет Землю и Небо, но при этом, никаких привычных атрибутов героической личности. В нем нет монументального величия. Вместо него, неуклюжая грация поэта и пророка, прислушивающегося к музыке небесных сфер. Что касается работ австрийских и немецких художников 17 Начало 19 веков, то это едва ли не первое их довольно полное представление зрителю. Поскольку австрийцы и немцы учились у итальянцев и французов, то и в экспозиции предпочтение отдавалось учителям. Меж тем в коллекции есть на что посмотреть. Например, на пейзаже Якоба Филиппа Хакерта, который так полюбил Италию, что там и окончил свои дни. В его итальянских пейзажах расчислена естественная красота рек, гор, водопадов непременно дополнена античными руинами. Этот гармонический мир Хакерта, где человек оказывается третьим не лишним в пространстве природы и культуры, выглядит желанной рифмой к проекции снимка старой московской усадьбы, что находится между прошлым и будущим. В конце концов, что такое новая жизнь старых мастеров, как не мечта о превращении музея в пространство Аркадии? Где картины старых мастеров, старая усадьба и 250-летний дуб отвечают за гармонический союз культуры, истории и природы, а обязательный Wi-Fi и юные мамы с младенцами, за настоящее и будущее. Насколько точной эта рифма окажется, узнаем в 2019.